Здравствуйте! Сегодня с вами в пробе пива я на Балтиках, но сегодня у нас не совсем обычная передача, посвящена она не пиву, а вот такому пиву. Сидор. Приближается лето, хочется чего-то освежающего, зачастую не совсем пива, а другого какого-нибудь легкого алкогольного напитка. И вот на помощь стали производители выпускать Сидор. Но, как всегда, дело было хорошо, если бы это был натуральный Сидор. Что же производят и продают у нас в России под маркой, под названием Сидор? Вот один из таких примеров. Яблочный Сидор. Мистер Крафт. Мистер Крафт. Название-то какое? Классная этикеточка. Сухой. Что не так часто встречается, в основном бывает полусладкий или полусухой. Выпущен он в городе Пензе на объединенных пензенских водочных заводах. Очень интересно, водочные заводы выпускать Сидор. Написана легенда. Легкий освежающий яблочный Сидор, изготовленный из натурального яблочного сока, по технологичному методу брожения. Не пастеризованный, создан для тех, кто любит попробовать новое и ценит в напитках прежде всего. Натуральность и вкус отлично подходит для употребления в качестве аперитива, чтобы освежиться, расслабиться и повысить настроение. Пейте охлажденный. Вот такая легенда написана на задней этикетке. Однако, стоит посмотреть ниже и начинаются чудеса на виражах. Приготовлен из восстановленного яблочного сока. Значит, это уже не полностью Сидор из натурального сока, а сок уже восстановленного. Дальше. Состав. Вода питьевая. Очищенная. Концентрированный яблочный сок. Пищевые добавки. Регулятор кислотности. Лимонная кислота. Антиоксидант. Диоксид серы. И консервант с арбатками. Песть полной натуральности тут довольно далеко. Содержание тут соответствует всяким нормам, которые не сдох и хорошо. Алкоголя. Сколько тут алкоголя не видно. 4,7 объемных процентов. Бутылочка сделана вот такая. Завинчивающаяся, откручивающаяся, которую можно открутить. Возьмем платочек. То, блин, иногда так закручено, что хрен открутишь. Как в этом случае? О, наконец-то открылось. Хлопнуло. И пошло. О, дымочек вышел. Значит, пьем охлажденный. Пробуем вот такую винтажную кружечку. Министерство морского. Министерство речного флота Российской Федерации. Российской. Да. РСФСР. Да. Еще времен Советского Союза. Вот такая винтажная кружечка. Из буфета пассажирского судна. Данное судно перегоняли северным морским путем. В экспедиции спирт-мор проводок. И вот человек, который перегонял эту кружечку, вот такую память о себе оставил. Попробуем вот эту винтажную кружечку. Наливаем синдр. Вот такой вот лимонадик. У нас можно заметить, что довольно прозрачный. Пеночка лимонадная. Улетучилась практически в момент. Пузыри очень крупные идут, выделяются. Ну, действительно, на лимонад лимонадом. Ну, что ты с него возьмешь? Только с алкоголем. Чего-то как-то не заходит. Какая-то слабенькая, кисленькая водичка. Пьем охлажденным. Чувствую вкус воды. Кислой воды. Я в очном, что-то я не чувствую. Аромат вообще не ощущается. Ну да. Пьешь как будто в старых автоматах советских. Когда сиропу чуть-чуть, а остальная вода. И вроде с сиропом, но по вкусу как будто без сиропа. Так и тут. Не хватает насыщенности. Я мощный. Пожарничали волшебного порошка и химикатов. Противно. Мерзко. Вот. Будет лето. Будут прогулки. Но хотите вы попробовать чего-нибудь. Но не пиво. Легкого, освежающего. Вот эту гадость можете смело обходить в помойку. Пусть производитель выкидывает вот этот товар. Хлам. Пить не стоит. Оценки. Отрицательные. Так что. Проба пива предупреждает. Кто слушал, молодец. Кто не слушал. Ну, и его право. Обходите стороной продукцию. Пензенских объединенных водочных заводов. Сибирмистеркрафт сухой. Лучше купить пиво, чем вот эту хрень. На этом мы завершаем передачу. С вами была Проба пива. И я, Иван Балтиков. До скорых встреч.